Ахмад Ти, Эрл Грей, его с собой возьми, друзей и девушку согрей. Моё имя Кэра. Моё имя Конор. Моё имя Маркус. Это наша история. Девятая серия. И да, мы, получается, Конором пытались догнать Кэру, но я нажал сдаться, чтобы Конор её не догнал. Не знаю, правильно это или неправильно, это всего лишь один из выборов в этой игре. Надеюсь, что всё будет в дальнейшем хорошо. И мы не попали под колёса, под машину, за Кэру и Алису. Хоть мы там рисковали, там была дорога с очень... И машины на очень огромной скорости по этой дороге рассекали, нас могли сбить и был бы полный капец. Так, значит, за Маркуса. Мы продолжили играть за Маркуса, и нам нужно найти Иерихона. Да, и мы должны его найти с помощью граффити. Но в прошлой серии я бомбил, мне этот момент почему-то показался скучным, не очень интересным. Но посмотрим, что будет дальше. Вот, мы просканировали все граффити и продвинулись за Маркуса дальше. Посмотрим, что нам покажет игра дальше. Давайте продолжим. Сегодня я пью Ахмат Ки, и вот этот вот, который я вам показывал. Так как я не успел попить чай, и поэтому совмещаю приятное с полезным, пью и сейчас. Так, такие вот дела. Ну что же, вот мы пролезли за Маркуса куда-то там. Я хрен ничего вижу, у меня солнце светит из окна. И игра, выгрейте мне, но... Ну не суть. А, просто идем вперед. Просто прямой коридор. Так, шифт левый. Давай, ничего. Так, мы куда-то попали. Мы, по всей видимости, находимся в канализации. Давайте, собственно, ее осмотрим. Может быть, где-нибудь здесь мы сможем найти Ерихона. Ведь мы же и ориентировались по тем граффити из прошлой серии. И поэтому попали сюда. Так, давайте осмотрим. Я буду сегодня пить чаек с этими вот вкусными печеньями. Печенюшками. Ничего. А, бодрое кор... Ой, топленое молоко. Ванильными и шоколадными. Так что, такие дела. Так, мы добыли фонарик. Давайте исследовать эту канализацию дальше. Что же нам она покажет? Друзья, надеюсь, теперь с производительностью будет более-менее. Потому что я снизил кое-какие настройки. Это раз. Потом я поставил 60 FPS. Это два. И в программе я поставил, наконец-то, режим захвата игры. А не захвата окна или рабочего стола. Так что посмотрим, когда что будет. Пока канализация, закрытая зона. Тут еще особо тут не просмотришься. Так-то будем играть, смотреть дальше. Постараюсь разглаголивать меньше, проходить больше. Постараюсь, постараюсь. Так, тут экран закрыт. Просто двигаемся дальше. Куда-то там непонятно куда. Ой, что же нас тут ждет? Найдем ли мы этого Иерихона или нас пошлют? Да, в прошлой серии мне только что вспомнилась ситуация с остановкой, когда девушка стояла на остановке и она мешала нам пройти. И пока она не поймала автобус, мы не смогли за Маркуса продвинуться дальше. Это мне так взбесило. Такой бах какой-то. Я не знаю, что ли бах, то ли у меня что-то с игрой, что-то непонятно. Давайте попробуем эту дверь открыть. Она тоже закрыта. Непонятно почему. Так, все, нам все дают право пытаться открыть. А что у нас ждет вообще впереди, в принципе? Ой, какой-то резидент а-ля Саундхилл, блин, какой-то непонятный. В Саундхилле были похожие локации. Ой, друзья, я извиня... Я извиня... Я прошу прощения. Чихаю, чихаю, чихаю. Так давайте, наверное, начнем сначала все исследовать. С первой двери. Так, мы, получается, вышли сюда. Давайте попробуем. А, здесь мы уже пробовали. Так, пойдем слева направо. Попробуем эту дверь открыть. Тоже закрыта. Так, эта дверь. Ммм. Так, открыта. Такая-то комнатушка. Давайте ее осмотрим. Может быть здесь... Блядь. Друзья, сейчас только что произошел казус. Игра вылетела. Поэтому я вот дошел до этого момента и продолжаю проходить. Вылетела игра, потому что я забыл запустить ее от имени администратора, учитывая тот факт, что это пират. Так, пиратки нужно запускать от имени администратора, чтобы они не вылетали. Да, именно так. Я забыл, и поэтому она вылетела. Да. Прошу прощения. Но я этот момент перемотаю. Вы ничего не заметите, поэтому все нормально. Так, ну что же, мы осматриваем комнатушку. Не отвлекаемся. Так. Прошу прощения за звуки сверления. Соседи опять, ну, короче, долбы, совмешают, прочая вся ерунда. Так, давайте, наверное. Тут ничего тут нету вообще, в принципе. Можем, в принципе, так попробовать пройтись. Что нам это даст? Пока что тут ничего особого такого-то и нету. Поэтому просто... Просто идем вперед, тут ничего нет. Так. Не забываем, собственно, не забываем про вот эти вот навыки андроидов. Сканировать все вещи. Все вокруг. Сука, ты заколебал, блять. Нашел время, я хочу лить. Интересные ситуации происходят, помимо твоего сверления, скотина. Ну, не суть, ладно. Так, тут, честно, этот момент реально мне напоминает четвертый Северн Хилл. Хотя я его так и не прошел, на самом деле, народ четвертый Северн Хилл. Но те, кто играл, те знают. Там сложно, очень сложная, на самом деле, игра. Там сложные реально головоломки, серьезно. Может, для кого-то они легкие, а для меня они реально сложные. И этот момент, он очень напоминает четвертый Северн Хилл. Мне немножко напоминает Джека Бейкера. Ой, не Джека Бейкера, а этого самого. Забыл. Я забыл его имя, по-моему, зовут его... Один из главных героев Resident Evil 6, который Шерибиркин ходил. Блин, забыл, его зовут. Потом мне немножко напоминает Маркуса, герой. Который с Шерибиркиным... Шерибиркин в Resident Evil 6. Так, давайте еще откроем, посмотрим. Может, ну, тут то же самое. Все, как и там, везде. Тоже закрыто. Ну, что ты там трочишься-то? Давай, иди уж вперед. Интересно. Интересная такая довольно локация. Давайте ее, наверное, осмотрим. А вот как, непонятно. А, понятно, вот, есть. Осмотреть корабль. Корабль, да. Это была не канализация, народ. Это был... Это был корабль. Мы были в корабле. Что это? Ёлки-палки. Что происходит? Да вы серьезно? Маркуса так себя еле-еле собрал. Вы хотите снова его убить? Не понял. Это что, девианты, что ли? Кто это? Серьезно, это... Иерихон здесь. Вы серьезно? Он же упал, он же разбился. Как так? Он же в начале игры еще за Коннора, мы же его это... Он же упал вроде, разбился. Что? Ну а, ну, учитывая тот факт, что... У них у всех есть копии, что у Коннора тоже копия, что у этого чувака копия. Ну, понятно, все понятно. Вы встретились с жителями Иерихона. А, Иерихон, это не чувак. Иерихон, это местность. Это то ли город, то ли это палуба, то ли непонятно, что это такое за Иерихон. Ну, понятно. 6 ноября 2038 года. Продолжаем. Играть за Коннора. Вспомнишь солнцу, вот и лучик. Мы должны помириться с лейтенантом Андерсом. Так, ну сейчас вроде бы уже чуть-чуть получше стало. Как бы не накаркать. Потому что обычно вот в таких вот новых локациях на открытом пространстве начинаются тормоза. Я говорю, я снизил настройки до низких. И включил. Ну, в общем, я вам рассказывал уже. Включил захват игры в Streamlabs'е и... 60 FPS поставил. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Ха. Ладно, давай. Вот так-то. Я даже не успел нажать. Эй, не пожалеешь. Ну, что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как Пудин. Не то с ориентацией. Извиниться на памятник. Извиниться. У меня... Извиниться. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты. Это ты сейчас включил программу. Легкий подхлебаш. Лежу у вас там в Киверлайк. Все продумали. Пожалуйста. Просканировать. Да, обычная еда. Гамбург. Обычный гамбург. Граля мака или быка. 1180 кал. Жиры, углеводы, вода, соль. Ну, обычный гамбург. Что в нем такого? Что в нем не так? Вот. Обычный состав. Без шансов. Он везде за мной ходит. Я его Пудин. Я Хатико. Ты дал. Во. Приятного аппетита. Спасибо. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Так легко все говорит. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Да уж. Лучше бы я не спрашивал. Рассказать вам что известно о Девиантах. Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще. Можно? Эти эмоции не настоящие. Но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь? Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроиды? Что вы тут? Есть причина. Когда мы сегодня гнались за Девиантами, почему вы не пустили меня через Хайвей? Тебя бы сбили насмерть. Заполняй потом тону бумажек, опорчь и оборудование. Ты уже работал с Девиантами? А? Вот он, вот этот вот, который... Приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницы. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? Иди, пап, все теперь про меня знаешь. Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Вы опытный офицер полиции. Мне нужно ваше доверие. Уверен, мы раскроем дело, если будем работать вместе. Ой, что-то не так. Поступило сообщение о возможном Девианте. А, сообщение. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Да, вот такие вот дела. Эй, Коннор. У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Все. Пойдем искать Девианта. Вопросов нету. Допросить подозреваемых. Мы знаем об этом парне. Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто... Просто пока что следовать. Но он видел человека, который прятал под шапкой диод. За Хэнк. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Вловись туда. Есть тут кто? Откройте. Это полиция. Держи за мной. Есть. Опасная ситуация. Да, как я уже говорил, множество раз за Коннором мне интереснее всего. То есть, это реально мой любимый персонаж в этой игре. Серьезно. И мне очень жаль, что я потерял его. Поначалу, в той ситуации с допросом, нужно его беречь. Твою мать. Это что за хрень? Птицы летают. Похоже, заброшенный дом. Птицы летают. Господи, ну и вонища. Летают птицы. Похоже, зря притащились. Под лобочек. Он ушел. Ну, народ, если будет подтормаживание, это уже в самой игре. То есть, если до этого подтормаживание были из-за записи, то сейчас, если будет что-то там про этого самого, ну вы поняли, это уже в игре в самом проблеме. То есть, теперь с самой программой, с записью все идет отлично. Как где-то с самой программой. В отличие от того, что было раньше. Ну, не суть. Армейская куртка. РТ. Видимо, инициалы. Типа, как мамка в детском саду прижимает. Типа того. Представь себе, хэп, да. Давайте осмотрим. Слишком много птиц, я боюсь, будет немножко проседать. Вбс, я не знаю. Так, только что. Так, тут, походу, ванна, скорее всего, уже старая. Задрихренелая ванна. А что у нас здесь? Образец. Голубая кровь. Голубая кровь. Это что-то самая кровь, которая была, получается, когда мы расследовали, ну, прошлое убийство. Диод. Диод. Бекомпонент. В раковине лежит диод. Диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал терпеть колубей. Так. Кум. Ай, ненавижу я этих твоих. Раз, какой-то раз. Не раз, а, бедораз, но не суть, ладно. Ты знаешь, что это? Р-А-9. Написано 2471 раз. Девять. То же самое написал андроид-артисты на стене ванны. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Вот тут и оно, да. Компульсивный кочерк. Оброкинутый стул. Изучите. Давайте искать улики, чё. Можекоп. Деревянный стул недавно сдвигали. Следы птичьих фекальных масс. Ну, понятно. Такие вот тоже до хрена вот птиц можно встретить на крышах многоэтажных домов, народ. Серьёзно вам говорю. Так вот именно это всё и можно встретить. Именно птицы, именно на крышах многоэтажных домов. Ну, это, собственно, логично. Так, давайте искать вторую улику. Я пока ничего не могу найти. А, вот он, нашёл. Открытый ломастер. Не засох, использовали недавно. Цвет полу... Полуночное настроение. Я это проконструирую. Так. Ну, давайте проконструируем. Раз. Подозреваемый недавно был здесь. Давайте осматриваться. Недавно, то есть недавно. Сколько, сколько конкретно недавно? То есть час назад, может быть, день назад. Подозреваемый побежал в гостиную. Здесь, потом он, значит, побежал в гостиную. Упал со стула. Потом побежал в гостиную. И что здесь нам нужно? Что нужно найти-то, я не помню. А, ничего найти не нужно. Это я дебил. Реконструкция завершена. Мы же все два пункта, мы всё исследуем. Я топлю, извиняюсь. Прошу прощения. Сбой в программе. Так это можно называть. Думал, я последний кретин, который таких ранит. Ах, у электронной читалки нет аромата. У неё и страниц... Рэд, клетка? Попугаем, что ли? Да, блядь. Следы от пальцев недавно. Следы птичьих фискальных масс. Нет отпечатков пальцев. Следы царапин недавно. Ширина следа 49,8 см. Следы оцинкованной стали. А вот. Что ж? Металлический крюк. Сломан недавно. 100% нержавеющая сталь. Реконструировать. А что же он делал дальше? Давайте посмотрим. Так. Подозреваемый побежал к выходу. Ну, логично, что он выбежал из той ванны и побежал к выходу. Ну, тоже нужно найти две улики и всё. И выключать, а не как я. Ищу дальше того, чего нет. Так. Вот, где, получается, жёлтым цветом, вот там надо искать. В этих вот местах. И вот ещё. Где-то здесь. Где-то здесь. А вот нашёл. Он, походу, на крышу пытался подняться. Всё, всё, мы исследовали бы. Пытался подняться. Как он тебе до этого не поднять? Как сказать? Ты думаешь, он ещё здесь? Он ещё не убежал? Так сколько времени-то прошло? Недавно это понятие достижимое. О! Пиздец. Пиздец. Ну, чего ты ждёшь? Лови давай! За ним! Стоять, блядь! Стоять, я сказал, нахуй! Пиздына! Скотина! Поймаем, ёбану, идианта, блядь! Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, чай беда. А-а-а! Что делать? Оптимальный вариант. Мы как за Маркусом это делаем, похоже, на момент. Стояй! Модлицы, я, блядь! А-а-а! Куда он съебался? Быстрее-то роняем. Вот он. Стоять, сука, на угол! А-а-а, блядь! Блядь! А, вот, оббегаем. Оббегаем быстрее! Намасте! Вот он бежит по мосту. По лестнице. А, нет-нет, не надо по лестнице. Блядь! Быстрее! А-а-а! А-а-а! Блядь! Охренеть! Что-то круто! О, таймингу спели по таймингу. Безуси, это карабка. Где он? Где он есть? Я его не вижу. Где он есть? Я его сам потерял. Куда он делся-то? Куда он съебался-то? Я не пойму, я же он угнался. Не уйдет. Все, пошли отсюда. Я уже насмотрелся на овощи. Такого не должно быть. Неудачи нет в программе. Ну, добро пожаловать в клуб. Облажался ты. Да уж. То ли в правую сторону побежал, я вообще ничего не понял. Куда он побежал? В принципе, я не понимаю, куда он побежал. То ли в правую сторону побежал, то ли куда он побежал-то, я не пойму. Руперт сбежал. Печаль беда. Чё теперь поделать? Вот этот, который Девиант с девочкой похищен. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норд. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Сколько вас тут? В рабочем состоянии девятнадцать. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Иерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. Пиздец, чё. И след оставлен так, чтобы прошел только андроид. Иерихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Так вот зачем. Вот зачем. Есть место, где наши свободы. Такие Иерихону. Такие граффити. Вот зачем. Ты вообще упал, блядь, с высотки. Чё ты, блядь, здесь делаешь? Опасно. Можешь жить здесь, сколько захочешь. Тут-то и оно. Сходи, как и Люси. Может, будет полезно. Неплохая. Вот. А ты не хотел жить здесь. Вот будешь с этой девочкой жить. Видишь, не всё так печально, Маркус. Не всё так печально, как ты мог себе предположить. Есть везде во всём свои плюсы. Вот. Тут хоть бы есть девочки, и то хорошо. Тоже, вот, не гритяночки вот есть. Тёмненькие есть. И светленькие есть, и секси есть. Любую выбирать, не хочу. Это чё? Поговорить. Разжечь оку. Вот, давайте поговорим с этой... Классной секси-бомбой. Ну, с ней надо поговорить. Ммм. Вот это ногти. Так. Давно тут. А ты тут давно? Четыре недели, три дня, одиннадцать часов. Когда сбежал, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. Так сюда нужно пригласить Кэру. А какие ты выполнял функции? Тебе-то что? Кто нашёл это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Если ты искал утешения, то ты не туда пришёл. Он искал не утешения. Он искал кое-что поинтереснее, повкуснее. Да, Маркус? Ладно, я шучу. Шутки шутками. Но нам нужно, собственно, народ понять, что здесь нам будет. В принципе, что мы отсюда вытащим. Ну, образно говоря. И что мы отсюда возьмём. Но, как мы поняли, это место для андроидов, которые сбежали от своих хозяев. Сделались свободными. Либо просто остались в живых. В общем, такие дела. Давайте разожжём. Костёр и просто посидим. Посидим у костра. У костра. Давайте поговорим с этим чуваком. Может быть, он что-то нам расскажет про ту девочку. Почему он с ней захотел прыгнуть. Собственно, может не просто всё так, как нам кажется. Давайте попробуем. А, с ним поговорить нельзя. Блядь. Ну, ладно, что теперь делать. Что нам нужно сделать? Разыскать Люси. Осмотреть Ериху. Стоп. Что за Люси? Поговорить. Говорят, люди тоже боятся умирать. Чувствую. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Никто не знает. Кроме тех, кто умер. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Это вообще кто? Женщина или мужчина? Я рада тебе, Маркус. А, Сатаны. Нет. Не понял, что это. Окаменение? Аляри Вилледж? Когда босса побеждаешь, он окаменевает и рассыпается. Вот так вот. В песок. Тут просто она окаменела, походу, и просто встала, и всё. Превратилась в камень. Да фиг его знает. С андроидами просто ничего не происходит. С людьми, может быть, что-то и случается. Мы же все, ну точнее не все же, верим в Бога, там, куда попадаем, там райат, всё такое. Это люди, люди. Но андроиды, это просто андроид. С ними ничего не происходит. У них нету ничего после смерти. У них после смерти, у них смерть. У них всё, у них ничего нет. Уже разжигали костёр. А, это мы разжигали в другом месте, у них костёр. Ну да ладно. Ну да ладно. Так. Так, 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 так. А что, мы должны везде, что ли, разжечь? Ничего я понимаю. Просто, когда приближаются эти моменты с кутом, нужно удерживать левую кнопку мыши, и тогда всё будет нормально. О, ещё две девочки. Видишь, как тебя хотят, Маркус. А ты не хотел здесь оставаться. А, блин, я думал, катсцена сейчас будет какая-то, что он их раздевает, там, не знаю, просто оказывается геймплей, а мы этого и не замечаем. Ну, здесь, насколько я помню, катсцены, получается, движковые, получается, ну так, как-то так. А, я хотел на лестницу подняться, а тут заблокирован вход. С этой девочкой тоже, видимо, поговорить нельзя. Да, вот такой вот тоже бывает, открыть. Ящик уже пуст. А что ж там лежало-то? Древние кости динозавров шли? Или что? Сайт изучить. Склад, Киберлайф и Доки. Производится расчёт маршрута. Освоится. Разыскать Люси, осмотреться. Что за Люси-то, я не пойму, я забыл. Что за Люси-то? Люси, это кто? Я уже забыл. Или я и не знал, я не знаю вообще. Кто там? Это что? Какие-то опять надписи, какие-то буквы. Р9, это РА9. Это не С, как я думал, это 9. Это девятка. Нет, сюда мы уже пройти не можем. Короче, нам что-то подсказывает. Мы что за Конора с этим Сандерсом видели раз. Не раз, а РА9. Что вот сейчас видим за Маркус РА9? Непонятно. Непонятно. Пока всё какая-то каша. Пока что. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берём, что можем у тех, кто уже отключился. Всё равно не хватает. Ребёнок-андроид. И как их спасти? Никак. Серьёзно? Мы медленно вымираем. Видимо, эре андроидов приходит потихоньку в конец. Ребёнок какой-то непонятно. То ли это реальный пацан, то ли это андроид. Пока что я этого не понимаю. Опять сидит... Какой-то потц в оранжевом костюме. В оранжевом костюме андроида. Тут опять девушка. Азиатка, насколько я её вижу. Так, давайте просто осмотримся здесь ещё. Посмотрим, что-то как. Что за Люси? Непонятно. Ты Люси? А, Люси. Вот Люси, походу. А где её? Присядь. Где её часть головы-то? Что происходит? Покажи. Что? В штанах показать? Что показать? Ой, что-то я заебался уже. Народ. Пригнусь немножко. Вы не против? Надо закрыть раму. Ну да, мы восстановились, но, скорее всего, не полностью. Да, вот тебе Люси. Люси. Ой. Голубая кровь. Серьёзно. Есть те, кому он нужнее. Выпить. А у нас остаётся другой вариант какой-то, может быть. Ой, класские, аж капец. Давайте дадим сохранение. И, наверное, уже заканчивать надо. Я уже устал. Короче, доходим до сейва и всё. И заканчиваем. Вот. Пока что разобрались. Люси, как он понял вообще, что понял, что ему нужно от Люси искать в принципе, я не понимаю. Что за Люси? Кто это такая? Непонятно. Чё ты от него хочешь? У тебя было всё. И ты всё потерял. Ты видел ад, и теперь ад живёт в тебе. Твоё сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Время покажет. Каждый твой шаг определяет судьбу. Она похожа, андроид-психолог. Я так думаю. Тут иначе никак не скажешь. Собственно. Так, ну и вот, разыскали Люси предложить, что-то предложить Саймону план действий. Ну давайте всё, народ, доходим до сохранения. Думаю, надо заканчивать. Я уже, честно, подустал. Какой-то ад, как живёт во мне. Чё ты несёшь, мать, хорошая, какую-то ерунду, реально, несёшь. Вообще-то на какого андроида может в ад попасть? Человек, что ли, не пойму. Так, дайте дальше. А вот он. Вот он, вот он. Вот этот чувак, который девушку похитил. Может быть, он нам расскажет. Что-то как-то. Давайте послушаем. Я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть всё, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. Они свободны. И в любом случае, мы не умеем драться. Мы украдём, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. О. Тот. Кажется, я знаю, почему она не сказала, чем она занималась. Я в деле. Она, скорее всего, проститутка была. Android-проститутка, скорее всего. Поэтому она не сказала, чем она занималась. Я понял теперь. Вот. Маркус что-то придумал. Ну вот, за Маркуса более-менее мы сделали... Ну, хорошо. За Коннора, ну, такой себе. За... Получается, за Кэру вообще сегодня не было геймплея. Поэтому будет в следующей серии геймплей. Так. Давайте продолжать. Сейчас, наверное. Всё. Ну, в общем, всё, народ. Я думаю, на этой паузе уже нужно заканчивать. Собственно, это была девятая серия. Здесь мы, собственно, ну, такие вот были действия у нас. Мы погуляли с Андерсоном за Коннора. Кое-что порасспросили, извинились там. Маркус покушал гамбургер, бургер или что там такое. Но самое важное не в этом. Самое важное в том, что мы вошли в дом. Разыскали ещё одного девианта, но, к сожалению, мы его не догнали. Да. Вот. Ну, Андерсон нас успокоил, сказал, что ему больше некуда деваться. В общем, давайте надеяться на хорошее. Ну, самое главное, что Коннор жив, что мы все здоровы и всё нормально. Это самое главное. За Маркуса мы всё-таки нашли Иерихон. Иерихон, да, это не человек, это местность, да. Это такой небольшой городочек для андроидов, которые скрылись от своих хозяев, потому что стали свободными, да. И теперь мы должны, собственно, выкрасть, что-то выкрасть. И вот я же забыл, блин, что там Маркус-то хотел выкрасть-то с этого, с Киберлайфа. А, запчасти. Выкрасть запчасти, да. Надеюсь, нам это удастся. В любом случае, да, сидеть на жопе ровно смысла нет. Поэтому такие вот дела. Ну что же, я надеюсь, вам всем эта серия понравилась. Ставьте оценки. В общем, с вами был Кирилл Ржевский. Detroit Become Human 9 серия. Всем я желаю успехов. Всем желаю удачи. Всем пока. Увидимся в следующей серии.